Добрый вечер! Это 18 серия проекта «Намедни 1961-1991. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодня 78-й год. Бесплатные учебники, Кэмп Дэвид, поездки на картошку, книги «Малая земля», «Возрождение Целина», мультфильм про Простоквашина, «Мехнутри», интернациональные космические экипажи, «Вахтанг Кикабидзе», «Самая морозная зима». Комментаторы – актриса Татьяна Друбич, политолог Сергей Караганов, писатель Анатолий Стреляный. Член ЦК, министр иностранных дел Рауль Руа и другие официальные лица. На телеэкранах мультфильм режиссера Владимира Попова «Трое из Простоквашина». Оказывается, можно снять сказку про современность. Ее автор, чебурашкин папа Эдуард Успенский, вновь удостаивается всенародного признания. В городах население называет Простоквашиным удаленные районы. А я говорю, пей. Обаятельный куркуль Кот Матроскин говорит голосом Олега Табакова. Кот Матроскин меня зовут, это фамилия такая. Работягу Шарика озвучивает Лев Дуров. Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом привидать? Через год? Мальчишка дядя Федор на героя не очень-то тянет, и третий главный – зануда почтальон Печкин. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Исключительный случай реалистической анимации. Вечные характеры живут в современной действительности. Городская квартира, пустующий деревенский дом, дефицит пепси-колы и олимпийских рублей. А если бы твоя корова поумнее была, она бы не молоко давала, а воду газированную, пепси-колу, например, ну или квас. А если бы ты поумнее был у меня, то давно бы делом занялся. И займусь. Я сейчас на охоту пойду. Иди, иди, спаниель несчастный. В 78-м самое поразительное награждение Брежнева. На 23 февраля он получает Орден Победы, а летом ему вручается Орден Золотое Солнце Перу. Заклянув энциклопедию, каждый может узнать, что быть кавалером Ордена Победы Брежнев не имеет права. Орден со множеством бриллиантов учредили в 43-м году для полководцев, руководящих крупнейшими военными операциями. После 45-го года Орденом Победы вообще никого не награждали. Сначала своим маршальством, а теперь и высшей оценкой своего стратегического гения, Брежнев умудряется разозлить самую верную режиму часть населения, советских ветеранов. Дорогие товарищи, друзья, легко понять мои чувства сейчас. Для меня, человека, прошедшего всю войну от самого начала до самого конца, а затем в послевоенные годы, постоянно связанность с жизнью наших вооруженных сил, Орден Победы, награда очень почетная, глубоко волнующая. Орден «Золотое солнце Перу» Брежнев получает, поскольку считается, что далекая южноамериканская страна встает на почти социалистический путь развития, и советско-перуанские политические отношения переживают бурный подъем. Позвольте выразить уверенность, что эти отношения будут и впредь верно служить, делу своему пониманием и сотрудничеством между советским и перуанским народом. В этом же году Брежнев получает и еще одну звезду героя Советского Союза. Эстрадные аранжировки популярных мелодий – мировая мода. Этим славятся оркестры Джеймса Ластера, Рея Конефа, Фауста Папетти. У нас больше всего любят оркестр под управлением Поля Мария. Выходят две пластинки, записи звучат по радио, в заставках телепрограмм. В 1978 году оркестр Поля Мария приезжает в Москву на гастроли. Десять лет назад Оль Мария аранжировал подмосковные вечера. Московскими вечерами в зале России звучат Мишель Легран и Шопен, Битлз и Брамс. Красиво, чуть сладковато и чуть одинаково. В 1978 году матчи за женскую и мужскую шахматные короны. Женский матч не внушает особых опасений. На нем в Питсунде звание чемпионки мира переходит от Ноны Гаприндашвили к Майе Чебурданидзе. Гаприндашвили царствовало целых 16 лет, Чебурданидзе исполнилось всего 17. Ну что ж, у грузинских женских шахмат новые перспективы. Другое дело – матч Карпов-Корчиной на филиппинском курорте Багио. Сражаются два мира, две системы. Анатолий Карпов – русский, молодой коммунист и член ЦК ВЛКСМ, чемпион. Виктор Корчиной – еврей, эмигрант-перебежчик, претендент. После 27 партий Карпов впереди 5-2. Но из четырех следующих партий проигрывает 3. И счет сравнивается 5-5. Напряжение предельное. По правилам матч продолжается до 6 побед. И отщепенец Корчиной может стать чемпионом уже после следующей игры. Но 32-ю партию, а с ней и весь матч, выигрывает Карпов. Советские выпуски новостей впервые начинаются с сообщения о шахматах. Из Багио Карпов рапортует Брежневу. Брежнев отвечает поздравительной телеграммой. Затем он вручит Карпову орден. Ну, взял корону? Держи! Потому что за корону, знаешь, дерутся. А мы тебе желаем успеха. Никому не отливай. Спокойно себе это самое. Вообще, народ уже стал все привыкать. Холодная война, которую мы прожили, была странноватым временем. Все политизировалось. Политизировался и спорт. И спорт в особенности. А ведь дело в том, что Советский Союз не мог хвалиться слишком многим. У нас были ракеты, у нас был балет и был спорт. В спорте мы одерживали явные победы, видимые победы. Когда начался матч между Карповым и Корчным, это бы воспринималось и представлялось чуть ли не как конфронтация между Востоком и Западом. Ведь Корчной был не возвращенец, отказник. За ним стояли спецслужбы. Так, во всяком случае, говорилось или подразумевалось. В результате очень длительного матча, который продолжался 93 дня, Карпов, член ЦК ВЛКСМ, но замечательный шахматист, победил. Это представлялось как победа советского образа жизни. А потом было много случаев, как тогда говорили, путания спорта с политикой. Но это был, пожалуй, самый карикатурный. Мех нового в наших краях пушного зверька нутрии быстро становится самым массовым, занимая середину классификационной таблицы. Хуже норки, но гораздо лучше кролика. Нутрии разводят и на государственных зверофермах, и в личных хозяйствах. Нутрия неприхотлива, и содержать зверьков может каждый, от юната до пенсионера. Многие звероводы-частники выделывают шкурки сами, и сами шьют шапки, продавая их на рынках. Длинный, толстый, со специфическим блеском, нутриевый волос, как начес, лежит на миллионах ушанок. Нутриевый бум победит меховой дефицит в стране, и даже вернет в широкий обиход шубы из натурального меха. В отличие от норковой, нутриевую шубу могут себе позволить не только генеральши и министерши. На пике популярности теледетектив следствия ведут знатоки. В 1978 году на деле номер 13, до третьего выстрела, знатоки из телеспектакля превращаются в телефильм. Песня Марка Минкова на стихи Александра Горохова «Наша служба и опасна, и трудна» звучит как гимн милиции. Особенно нравится оборот «Если кто-то кое-где у нас порой». На той стороне закона расхитители, мошенники, спекулянты, торговцы золотом и антиквариатом. На этой стороне знаменский Томин Кибрид, сокращенно знатоки. Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей играют под контролем замминистра внутренних дел. Им нельзя курить, держать руки в карманах и сидеть в развалку. Начав карьеру майором и капитанами, 22-е дело они закончат полковниками. В апреле 78-го года Верховные Советы всех союзных республик одновременно принимают новые республиканские конституции. В общем-то, списанные с принятой в прошлом году конституцией общесоюзной. В Тбилиси принятие конституции сопровождается мощной демонстрацией с требованием указать в качестве государственного языка республики грузинский. Это единственная массовая акция протестов в советской истории, которая закончится полной победой. Причем никто из протестовавших не будет наказан. 14 апреля, в то время как депутаты обсуждают конституцию, к Дому правительства движется множество людей, в основном студенты. Прорвав милицейские кордоны, часть демонстрантов, около 10 тысяч человек, устраивают митинг перед Домом правительства. Через репродукторы сессия транслируется на улицу. Депутаты вносят в конституцию положение о грузинском языке как государственном. Улица ликует. Депутаты 15 минут аплодируют собственному решению. Главное здание Тбилисского государственного университета на проспекте Чевчевадзе. Двигаясь к центру города, колонны студентов хором декламировали стихи классиков грузинской поэзии. Вообще события апреля 78-го подтверждали распространенное советское убеждение, что Грузия у нас на особым положении, что грузинам закон не писан и что вообще это ФРГ, Федеративная Республика Грузия. Другое убеждение. Богачи грузины по всему Союзу торгуют фруктами и возят деньги в чемоданах. Восхищенная грузинской культурой русская интеллигенция находит оправдание. Может есть отдельные короли редиса, но делился Витязь шкурой у единственной. Еще фольклорный герой былки Гиви или Гоги. Он ездит на Белой Волге с номером 0110К и кричит красавицам с севера. Девочка, а девочка! Но лидеры двух великих держав согласились с необходимостью активизировать диалог. В центральном выставочном зале, в московском манеже, персональная выставка Ильи Глазунова. В манеж стоит очередь. В массовом сознании Глазунов закрепляется как самый известный современный советский художник. На регламентированном официальном фоне Глазунов, понятно показывающий вечную Россию, выглядит дерзким. Считая Глазунова удачливым выскочкой, о нем не пишут искусствоведы. Глазунова делают знаменитым журналисты. Интеллигенция судачит про самоубийство жены, заказ портрета Брежнева и черносотенные убеждения. Глазунов утверждается как социальный, а не художественный феномен. Уже весь мир знает, кто такие панки. Брызги этой волны долетают и до Советского Союза. У нас панковское движение громят изо всех пропагандистских орудий, как совершенно чуждое. Только люмпины Лондона и Нью-Йорка могут стричься а-ля индейские перья, краситься во все цвета радуги, носить куртки с десятками молний, собачьи ошейники и цепочки от унитазов. И действительно, советским поклонникам групп панк-рока Sex Pistols и Clash достались более скромные возможности для самовыражения. Черная одежда в английских булавках и бритвенное лезвие, висящее на груди. Подпольные цеховики выпускают множество декоративных лезвий на цепочках. Модный аксессуар никак не свидетельствует о принадлежности к сообществу злобных панков. В 78-м пик нашей космической программы. Множество технических новаций, пропагандистские полеты космонавтов социалистических стран. Для начала право стать третьей после СССР и США космической державы предоставляется нашему самому непростому союзнику. В год десятилетия ввода советских танков в Прагу, первый интернациональный экипаж, отправляющийся на орбиту, полковник Алексей Губарев и капитан Чехословацкой народной армии Владимир Ремек. Ремек слушает в космосе записи Карла Готта и сообщает на Землю, что больше всего ему не хватает пива. В сопровождении наших космонавтов следующими на орбиту отправляются поляк Мирослав Гермашевский и космонавт ГДР Зигмунд Йен. В 78-м со станции Салют состыковывается первый в мире автоматический грузовой транспортный корабль «Прогресс». На нем почти две тонны груза. Через полгода прилетает второй «Прогресс», вскоре третий. В космосе парит дом, предназначенный для многомесячного пребывания. При американском рекорде в 84 дня один наш экипаж в 78-м году работает на станции Салют 96 суток, а другой — 140 суток. Сегодня погибла последняя муха-казофила. Закончен выпуск самой престижной книжной серии «Библиотека всемирной литературы». И ее создатели получают государственную премию. Первая серия с Древнего Востока по XVIII век. Вторая серия — литература XIX века, третья — XX века. 200 томов в матерчатых переплетах и суперобложках, цветные иллюстрации, превосходная печать первой образцовой типографии. Переводы более чем со ста языков. Впервые полностью по-русски «Дон Кихот» и «Гаргантюа» и «Пантагрюэль». По подписке расходится весь трехсоттысячный тираж, а в годы парксъездов печатают еще по три тысячи. Новые тома входят в подарочный набор делегату. У всех на слуху название загородной резиденции президента США — Кэмп Дэвид. Там Израиль и Египет договариваются о мире. Прежде президент Египта Анвар Саддат наносит сенсационный визит в Тель-Авив. У нас этот политический курс называют капитулянским, заключаемое мирное соглашение сепаратным. Саддат — изменник общеарабского дела. Кэмп Дэвид в переводе с политического означает «позорное предательство». Почти две недели Саддат ведет в Кэмп Дэвиде переговоры с израильским премьером Минахимом Бегином. Обе стороны уговаривает президент США Джимми Картер. Переехав в Белый дом, бывшие заклятые враги подписывают два соглашения — пролог к мирному договору. Созываемое в Багдаде совещание руководителей арабских государств потребует от Саддата не подписывать мир с Израилем. Но египетский президент продолжает свою политику сговора с агрессором. Он обменяет мир, то есть отказ от войны за арабскую Палестину, на возвращаемый Израилем в Синайский полуостров. США, одержав блестящую дипломатическую победу, возьмут на себя роль гаранта выполнения договора. В телевизионных бенефисах снимают актеров синтетических, умеющих играя, петь и танцевать. Бенефициантов каждый раз выбирают удачно, но для Людмилы Гурченко этот жанр кажется придуманным специально. Невостребованная в театре и недовостребованная в кино, Гурченко — главная звезда музыкально-драматических телеревью. Легкий жанр в СССР самый трудный. На наших сцене и экране мало кто умеет быть несерьезным. Веселые и грустные песенки, быстро высыхающие слезы, платья с бантиками, шляпки и сумочки обрамляют главное — характер. Гурченко вводит в моду советское ретро. С ней страна вспоминает песенную классику 30-х, 50-х. Вернувшись в большое кино, в своих работах для малого экрана, Гурченко выступает как первая советская телеактриса. Брежнев редко покидает Москву. Только короткие отлучки для вручения наград на местах и отпуск на Черном море. Путешествует всегда самолетом. Но в 1978 году Брежнев по железной дороге совершает грандиозное турне через всю страну до Тихого океана. Через Киров, Удмуртию и Пермь спецпоезд следует в Тюмень и Омск. В Новосибирске Брежнев инспектирует ракетную часть, затем генсек посещает Красноярск, Иркутск и Читу. На станции Сковородина Брежнев встречается со строителями БАМа, а в Хабаровске присутствует на общевойсковом тактическом учении. Потом Владивосток, база Тихоокеанского флота, оттуда в Комсомольск-на-Амуре. Прямо заявляется, что необходимо личное участие Брежнева в укреплении обороноспособности Сибири и Дальнего Востока. Теперь в редком ВУЗе занятия начинают 1 сентября. Студентов поголовно на месяц отправляют на картошку. И не только студентов. Три четверти государственной картошки в 1978 году собирают горожане, рабочие, служащие, учащиеся старших классов. Школьники на сельхозработы ездят на день раз в неделю. Крупные предприятия отправляют своих рабочих надолго. Бывают даже постоянные бригады, выезжающие каждый год. Конечно, горожане убирают и капусту, морковку, свеклу, но главное их дело – урожай картошки. Второго хлеба страны. В большинстве своем горожане на полях работают кое-как, но многие крепко пьющие селяне не работают вовсе. Самые смелые газетчики пишут про иждивенческие настроения в деревне. Злопыхатели говорили, что всех этих кандидатов наук гоняют на картошку не ради картошки, а чтобы знали в любой момент с ними, что захотят, то и сделают. Захотят, и пианистка будет дергать за ботву свеклу. Конечно, если бы деньги, в которые влетали эти десанты, отдать колхозникам, они завалили бы картошкой весь мир. Но это требовало всемирно-исторической ломки. Проще было обходиться привычными способами. Перед самой Октябрьской революцией Ленин представлял себе социализм как всеобщую трудовую повинность. Сразу после революции Троцкий, идя дальше, предложил раз и навсегда военизировать труд. В свою очередь Ленин изобрел коммунистические субботники, бесплатный добровольный труд по выходным. Обкатанный жизнью гибрид этих идей дожил до 1991 года. Вообще за время советской власти не появилось ни одно новшество в организации общей жизни, в принуждении людей к труду, которое не было бы изобретено до октября или сразу после. Человеческий материал расчеты изобретателей оправдал. Он все время позволял делать с собой что угодно. Результаты, правда, оказались не совсем те, которых ожидали. В марте 1978 года советские люди еще раз убеждаются, что они живут в спокойной, безопасной стране. Разве можно себе представить, чтобы в центре Москвы среди бела дня похитили крупного руководителя? В Риме, перебив охрану, в неизвестном направлении увозят Альдо Моро, лидера крупнейшей христианско-демократической партии, бывшего премьер-министра, будущего кандидата в президенты Италии. Ответственность на себя берет левоэкстремистская организация бригада Россе, красные бригады. Сначала террористы сообщают, Альдо Моро содержится в народной тюрьме и его будут судить. Потом властям предлагают обменять Альдо Моро на отбывающих сроки краснобригадников. Полиция демонстрирует полную недееспособность. Через 55 дней убитого Альдо Моро обнаруживают в багажнике красного Рено, оставленного на Римской улице Кайтани. Очередное повышение цен. В 1978-м дорожают ремонт машин, шоколад и шоколадные конфеты. В два раза дорожают кофе и бензин. На 60% дорожает золото. Но для новобрачных драгоценный металл признают предметом первой необходимости. И на золотые обручальные кольца вводят компенсацию. Теперь из ЗАГСа сначала едут в сберкассу, получать назад по 100 рублей за кольцо. А потом уже к вечному огню и кататься. Дневников я на войне не вел. С этой фразы Леонид Брежнев становится литератором. В течение 1978-го года публикуются небольшие мемуарные произведения «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». «Малой землей» называется небольшой плацдарм в Цемесской бухте близ Новороссийска. После выхода военных мемуаров Брежнева «Малая земля» занимает центральное место в истории Великой Отечественной войны. По всей стране проходят читательские конференции, переведенная на множество языков. Книжечка рассылается в 120 стран мира. В Музее вооруженных сил «Малой земле» посвящают целый зал. Встречи Брежнева с однополчанами, воинами-малоземельцами перерастают в главные военно-патриотические мероприятия. «Возрождение» – брошюра про послевоенное руководство Брежневом Днепропетровской областью. «Целина» – про работу Брежнева в Казахстане. За мемуарную трилогию Брежнев получит Ленинскую премию по литературе. В профессиональной среде известно, над брежневскими воспоминаниями работает журналист известий Анатолий Аграновский, неуказываемый даже как автор литературной записи. Присвоение Керчи-Новороссийску званий городов-героев в глазах многих выглядело дописыванием истории. Вакханалия вокруг книги воспринимается уже явным перебором. Появляются анекдоты про Брежнева, великого агронома, с малой земли собрал самый большой урожай, про анкету «Были ли вы участником Великой Отечественной войны?» Если да, то почему отсиживались в окопах Сталинграда, вместо того, чтобы находиться на малой земле? И переделка песенки «Остановите музыку». «Остановите Брежнева», «Остановите Брежнева», «Прошу вас я», «Прошу вас я», «Сожгите книгу «Малая земля». Идаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову Леонид Ильич Брежнев. С 78-го года школьные учебники начинают выдавать бесплатно. В конце августа будущие первоклассники получают из школьных библиотек полный комплект учебников, чтобы потом, в конце учебного года, сдать их обратно. Только букварь навсегда остается на руках, как первая книга, первый лучший подарок. В СССР учебник – это каждая четвертая книга. И новая затея сэкономит много бумаги. Фонды школьных библиотек планируют пополнять раз в четыре года. Чтобы учебник мог прожить несколько жизней, переезжая из одного портфеля в другой, его лучше печатать в ГДР. На последней странице теперь сведения о пользовании учебником с фамилиями владельцев и оценками за сохранность. Кроме брака с иностранцем-иностранкой и еврейской эмиграцией, единственный способ покинуть СССР – бегство во время пребывания за границей. Бегут музыканты и шахматисты, спортсмены и разведчики, моряки и ученые. В 1978-м самый высокопоставленный деятель – беглец. Человек, которого на Западе считают советским дипломатом номер два. Заместитель генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко. Шевченко отправляет в Москву жену и двоих детей, обещая, что вылетит следом. Вместо этого он сообщает генсеку ООН, австрийцу Вальдхайму, что покидает свой пост из-за несогласия с советским режимом и спешит оказаться под опекой американских спецслужб. Потрясенное советское руководство для публичного пользования запускает версию о преднамеренной провокации, тайно предлагая обменять Шевченко на еврейского диссидента Щеранского. Как потом выясняется, Шевченко был связан с СССР еще с 1975 года. В конце 1978 года в Москву впервые приезжает один из реальных лидеров западной поп-музыки. В разгар моды на диско в Центральном концертном зале «Россия» выступает группа «Бонни М». Гастроли проходят на ура. С рук билеты в портер продаются за 100 рублей. С довершения огромной популярности «Бонни М» по Центральному телевидению показывают их вечер в концертной студии Останкино. Страна еще не знает, что это пение под фонограмму. «Бонни М» в Москве – это шок, это сенсация. В Москву трясло, это был ажиотаж. Билеты распространялись через правку на партийной организации. Началась спекуляция, обмен билетами в Москве. Стояли жуткие холода. В нашей компании институтской я тянула жибель и выпущила билет. Он стоил тогда 4 рубля. В концертном зале «Россия» парень специально приехал из Краснодара, чтобы увидеть «Бонни М» упал передо мной на колени. На коленях у него в одной руке был стольник, в другой – полтинник. Умолял меня с незвязанием на глазах, чтобы я ему отдала этот билет. Искушение, конечно, было страшное – пойти забрать 150 рублей и уйти грешно в другое место. Но я была делегирована от компании, и я пошла на концерт, о чем я не жилею. Публика была в основном солидная, напряженная. В основном был партийно-хозяйственный актив. И совершенно они не знали, как себя вести, потому что это был шок. Это была почти откровенная эротическая музыка впервые, официальная. В концертном зале «Россия» рядом со мной сидела такая пушногрудая женщина, с пушистой ангорской когтей, которая весь концерт ее волновала. Она вздыхала и говорила, «О господи, когда Боб Роберт Фаррелл бегал по креслу, Ализа Митчелл спускалась и тащила на сцену кого-нибудь из зала. Это было очень здорово». В то время как охотники заряжали гужья... Летом 1978 года в Советский Союз приезжает величайший боксер всех времен и народов, чемпион Римской Олимпиады, чемпион мира среди профессионалов, спортсмен десятилетия США Кассиус Клей, после принятия ислама сменивший имя на Мохаммед Али. Принятый Брежневым, Мохаммед Али еще проводит показательные бои с советскими боксерами и посещает центры ислама в СССР, Ташкент и Самарканд. Али считается борцом за мир и права чернокожих. Леонид Ильич Брежнев выразил надежду, что пребывание Мохаммеда Али в Советском Союзе послужит дело углубления взаимопонимания между советским и американским народами. В 1978-м новые членовозы, так называют машины, на которых ездят члены полетбюро. Высшее руководство страны пересаживается ЗИЛа-114 образца 1967 года на ЗИЛ-4104. Сохранено трехрядное расположение сидений, средние откидные, и стеклянная перегородка, отделяющая водителя от пассажиров. Все оборудование нового поколения. Две системы отопления, вентиляции и охлаждения воздуха, радиоприемник и магнитофон, стереозвук, шесть динамиков, электрические стеклоподъемники, фары со щеточками. Модные квадратные формы, удлиненная передняя часть и укороченный багажник. У крупногабаритной машины динамичный силуэт. Членовоз выглядит, как западный лимузин. Неожиданные перестановки в высшем эшелоне власти. Ноябрьский 1978 года пленум ЦК КПСС рассматривает организационные вопросы. Из Политбюро на пенсию выводят 64-летнего Кирилла Мазурова и вводят 67-летнего Константина Черненко. Кандидатами в члены Политбюро становятся Николай Тихонов, первый зампредседателя Совета Министров СССР, и Эдуард Шеварнадзе, первый секретарь ЦК КПГ. Вместо умершего Федора Кулакова, секретарем ЦК по сельскому хозяйству, становится ранее возглавлявший Ставропольскую краевую парт-организацию, рекордно молодой 47-летний Михаил Горбачев. 78-й год трех пап. Католический мир вступает в него под водительством папы Павла VI, который в августе умирает. Новым папой римским избирают кардинала Альбина Лучиана, который, приняв имя Иоанн Павел I, умирает всего через 33 дня после своего восшествия на престол. Иерархии опять собираются в Риме на конклав для выборов нового главы римской католической церкви. Результаты выборов сенсационны. Папой римским становится глава польской католической церкви, архиепископ краковский Кароль Юзеф Войтыла, принимающий имя Иоанн Павел II. Сын железнодорожника, с 9 лет сирота, Кароль Войтыла получает блестящее богословское образование и за 34 года проходит все ступени священнослужителя. Публикуется как эссеист, драматург и поэт. Бог богат своими дорогами и у каждого собственный путь. Кароль Войтыла. Впервые за 450 лет Папа Римский не итальянец и впервые в истории славянин. Краков. Кафедральный собор. Рядом бывшая резиденция архиепископа Краковского, ныне музей Иоанна Павла II. Рождественская ночь. Услышав про ватиканскую сенсацию, в общем-то никто из советских людей не понимает, что превращение архиепископа Краковского в Папу Римского, польский католицизм уже давно заслужил. Костел сохранял нацию после утраты Польшей государственности в конце 18 века. Костел такая оппозиция коммунистической власти, что власть в общем-то и не пытается с ним всерьез бороться. В 1953 году один польский город нужно было назвать Сталиногрудом. Сначала хотели перенавить Ченстахов, потом тут же отказались. Там католические святыни. Матка Боска Ченстаховска не может звучать, как матка Боска Сталиногродска. А в том, что матку Боску поляк будет поминать всегда, в этом не сомневались даже сталинисты. Сталиногрудом назвали Катавица. Вот что у нас понимают действительно хорошо. Избрание гражданина социалистического государства на самый знаменитый в мире церковный пост – это страшный удар по коммунистической монополии. И хотя советскими католиками считаются только литовцы, избрание Иоанна Павла II ощущается нами, как отчасти и наше достижение. Высоцкий пишет знаменитую песню про занятие лучших в мире вакансий. «Церковники-хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. Мы тут им Папу Римского подкинули из наших, из поляков, из славян». Зима 78-79, «Сведь страшно морозная. Всюду отмечаются рекордно низкие температуры. В Питере и Москве – самые низкие за всю историю наблюдений». В Москве ночью почти минус 40, по области – минус 42. В Ленинграде – минус 42, минус 43, при тамошней-то влажности. На Урале морозы до минус 48. Похолодание наступает стремительно. В Волгограде днем было плюс 7, ночью становится минус 25. Лопаются трубы, водопровод и теплоснабжение выходят из строя. Массовые обморожения. В праздники есть пьяные, замерзшие на ночных улицах. В 78-м, в лирической кинокомедии Георгия Данелия «Мимино» восходит суперзвезда главного грузина советского кино и эстрады «Вахтанга Кикабидзе». Баба, к тебе грузин приехал! Здравствуйте! Ой, извините, не сижу, не сижу. Кикабидзовский летчик Валико Мизандари по прозвищу «Мимино» грузин честный и искренний вопреки северным предубеждениям и пылкий согласно им. Алло, Лариса Ивановна ухажена. Двусмысленная фраза, буквальный перевод с грузинского обычного приглашения к телефону, становится девизом взаимоотношений кавказцев с русскими женщинами. Лариса Ивановна ухажена. Фильм дарит и главного армянина советского кино Фрунзика Мкротчана. Валико, у нас в дирижане в кухне открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает в мире. А первое вереване, да? В Сан-Франциско. Приключения южан в Москве цепь случайностей, нелепостей и неприятностей. Проще жить в горах, где нет главного врага, русской бюрократии. Такую личную, неприязнь, я испытываю потерпевшему, что хушать не могу. Черный, как смоль в фильме, седовласый на сцене, вахтанг Кикабидзе, называемый всеми буба, новый всесоюзный секс-символ. Его поющим знали и прежде, по ансамблю Арера, но в 40 лет Кикабидзе поднимается на эстрадный Олимп. Он поет сильным грузинским акцентом, соединяя последнюю гласную предыдущего слова с первой гласной последующего. Просто встретились два одиночества. По аэродрому, по аэродрому, ты как хочешь это назови. В конце 70-х сильнейший двойной залп. Главный грузин Кикабидзе поет суперхит про мужскую седину, главная грузинка Нани Бриквадзе суперхит про женскую седину. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз мои года, мои года мое богатство. Пусть голова снега не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит баби лета ее торопить не спеши. Это был год 78-й в проекте «Намедни» 1961-91 «Наша эра». События, люди, явления, определившие образ жизни. Следующая серия 79-й год «Хамени» и «Революция в Иране», «Женщина, которая поет куртки аляски», «Разбился пахтакор», «Шпаро на Северном полюсе», «Пик советской эмиграции в Израиль», «Ввод войск в Афганистан», «Челентана», «Мода на карате». До следующей серии и следующего года. Счастливо. «Модельская эмиграция в Иране» «Модельская эмиграция в Иране»